Вот смотрю я сейчас на содержимое этого пакетика и мою голову не покидают одни и те же мысли как, для чего, для кого это вообще было создано потому что сегодня мы с вами будем говорить о моих разочарованиях в косметике конечно же каждый день я тестирую очень много косметики и вы знаете, вот в этот пакетик я не складываю такие вещи, которые, знаете, ну как бы ни то ни сё но вроде как бы и неплохо, но не впечатлило сюда попадают конкретные провалы но перед тем, как мы с вами начнем, все-таки я хочу сказать две важные вещи первое, это какой бы ни был обзор, позитивный или негативный это в любом случае мое субъективное мнение и не более это конкретно мне не понравились эти продукты но есть шанс, что если вы подписаны на мой канал, у нас с вами сходятся вкусы тем не менее, если вы пользуетесь этими продуктами, они вам нравятся, они вас полностью устраивают то, конечно же, продолжайте ими пользоваться, независимо от того, что я говорю и, конечно же, я не ненавижу какие-то определенные бренды в каждом бренде есть свои абсолютные хиты, есть полные провалы но каждый из этих брендов выпускает в том числе и мои фавориты, которые я постоянно хвалю на своем канале и речь пойдет только конкретно о этой продукции и о субъективном мнении моем по поводу этой продукции что касается второй важной вещи, это если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы в будущем не пропускать мои видео нажмите также колокольчик, чтобы YouTube оповещал вас о выходе новых видео и вообще сейчас какие-то новые алгоритмы запускаются что если не нажат колокольчик, то в подписках мое видео вообще у вас может не появиться хоть вы и подписаны ладно, у меня с иступлением наконец-то все, давайте приступать L'Oreal Bonjour Nudista на самом деле этот продукт меня просто в шок поверг потому что L'Oreal всегда чуть ли не самая лучшая тональная основа выпускает именно бюджетного сегмента абсолютно все, которые я вот сейчас припоминаю и тот же L'UMI Mojik я обожала и Alliance Perfect тоже очень классная тональная основа и Infallible Pro Matte тоже очень классная тональная основа для жирной комбинированной кожи но вот это, я уже делала отдельное видео на новинке L'Oreal если вы это видео еще не смотрели, я вам под буквочкой A здесь его обязательно оставлю этот BB крем просто не хочет ложиться на кожу это первое то есть он, когда только-только начинаешь его растушевывать он вроде как и нормально начинает ложиться но проходит буквально, я не знаю, секунд 10-15 и он как будто начинает схватываться и чуть-чуть застывать и при растушевке он начинает смазываться с тех мест, куда ты уже красиво его нанес и ложится как пластами, какими-то пятнами в то же время он ужасно просто проваливается в поры как-то очень некрасиво их подчеркивает то есть нанести его именно ровно практически невозможно как ни старайся и еще что добило до конца вот это негативное впечатление это то, что на четвертом месте в составе динатурированный спирт который со временем может сушить кожу а так как у меня и так постоянное чувство стянутости кожи и сухости и я с этим борюсь то мне это абсолютно не нужно поэтому для меня это просто конкретный провал у меня такое впечатление, что я чуть ли не единственный блогер который в разочарованиях показывает бронзер от Physicians Formula который называется Barrier Bronzer мне абсолютно не понравился этот бронзер и в основном мне кажется, что проблема в том, что я заказала не тот оттенок у меня это оттенок Light Bronzer и они выпускаются тоже в оттенке просто бронзер и по-моему еще сейчас есть то ли Dark Bronzer, то ли Medium Bronzer короче говоря, они расширили эту линейку наверняка какие-то светлокожие девочки могут подумать ага, бронзера не буду брать, я возьму Light потому что он не может подойти это ужасно желтый цвет вот просто желтый вот по-другому не скажешь и даже светлокожим я этот бронзер не советую потому что очень светлая молочная кожа в основном всегда холодная по крайней мере среди всех своих клиентов если очень светлая кожа, она всегда была холодная а на холодной светлой коже это будет выглядеть еще более желтым цветом поэтому для меня это было тоже просто огромное разочарование еще одно большое нет я говорю хайлайтеру от Maybelline, который называется Master Chrome я на этот хайлайтер уже вместе с Олей делала отдельное видео вы можете в деталях посмотреть что с ним не так у нее на канале, я вам тоже оставлю ссылку видео получилось отличным на мой взгляд и она его еще так смонтировала с юморком короче говоря обязательно посмотрите если вы еще не видели если вкратце Maybelline выпустил два варианта вот этих вот хайлайтеров один тот который продается на территории США и в Европе и также и в России насколько мне известно потому что в России на официальном сайте по крайней мере состав такой же как и на американском сайте Maybelline в Америке это отличный состав который делает как раз таким вот таким кремовым масляным таким вот сияющим красивым у нас же это какое-то недоразумение на основе талька которая пылит подчеркивает абсолютно всю текстуру ужасно выглядит на коже и вообще просто не знаю отвратительный продукт еще одна абсолютно непонятная для меня вещь это фиксирующий спрей от Wet n Wild это линейка фотофокус называется он Setting Spray просто как бы это объяснить я так понимаю что конкретно этот спрей был создан для того чтобы продлевать стойкость макияжа но когда его наносишь вот так вот на лицо даже тонкой такой вот как бы валью лицо становится как будто покрытое лаком оно начинает настолько сильно блестеть и даже это не жирный блеск вот это реально как будто знаете паркет покрыли вот лаком вот по-другому не скажешь вот оно как будто все становится запечатанное стянутое и со всех сторон блестит короче говоря я не фанат такого финиша от финишных спреев кремовые тени от Colourpop который называется Supernova Shario вот это просто кошмар откровенный кошмар и причем когда я смотрела отзывы на эти тени я не верила я думала что люди просто криворукие не умеют наносить по свочу это выглядит невероятно красиво вот действительно вот смотрите сейчас я его нанесу и вот скажите кто бы не хотел вот такие вот тени себе на веко да вот реально очень красиво смотрится и но когда я начала наносить это на веко о боже где-то эти тени наносятся очень плотно комками прям а где-то вот плешиво вот какие-то определенные места невозможно вообще никак закрасить то есть независимо от того как ты вот так вот шлепаешь просто его на одном месте или ты так протягиваешь или и то и другое вместе как-то пытаешься сообразить абсолютно неважно тоже наносишь ты этим аппликатором или кистью или пальцем как бы ты не наносил эти тени наносятся плешиво очень быстро застывают на веки и потом начинают крошиться просто пылью и осыпаться поэтому для меня это просто какой-то кошмар был я испортила макияж себе причем не только глаз а еще и лица и мне тупо пришлось все смывать и полностью переделывать и вы наверняка знаете что color pop я обожаю но вот конкретно этот продукт и еще вот этот это единственные мои такие серьезные разочарования которые просто вот после этого видео полетят в мусорку потому что я не могу этим вообще никак пользоваться что касается вот этого жидкого хайлайтера он кстати мне очень сильно напоминает аналогичный хайлайтер который лориаль недавно выпустили он называется glow mon amour тоже в принципе если посмотреть вот так вот на бутылочку они между собой очень похожи это очень красивый хайлайтер опять-таки если вы хотите в подробностях на него посмотреть как я его наносила на лицо и на тело свочи на него сравнения то посмотрите мое видео с обзором новинок лориаль он тоже был изначально очень классный это была текстура очень тоненького такового маслица которая элементарно просто растушевывается на лице вообще не подчеркивает текстуру даже можно сказать он как сглаживает текстуру создает невероятно красивый влажный финиш на лице и такое впечатление вот как вот с этим лореалем что это просто вот твое настоящее свечение изнутри но с этим хайлайтером все хорошо было ровно где-то недели две наверное после этого он начал жутко загустевать и превратился в какое-то гадкое суфле кусками какими-то нерастушеванными пятнами проплешинами короче отвратительно он выглядит ооо эта подводка это просто что-то с чем-то потому что эта подводка от golden rose которая называется стайл из дюо лайнер поставила просто рекорд она у меня засохла когда я еще даже на одном глазу не дорисовала стрелку впервые ей пользовавшись посмотрите вообще как эта подводка каким цветом сейчас красит вот я вам сейчас попытаюсь продемонстрировать и если даже я ее на бок положу вот вроде цвет еще более-менее и вот я вам покажу ради примера вот это моя подводка от de baum которая называется шуинь вот я сейчас рядом где-нибудь сделаю полосочку чтобы просто было видно разницу в цвете следующий продукт это опять из той же оперы разочарований жутких это помада от relui которая металлическая называется она heavy metal и оттенок номер один ой с этой помадой все было у меня плохо вот вообще просто наверное самые худшие впечатления вообще в принципе какие у меня только были от помад потому что во-первых у меня такое впечатление что у меня на нее аллергия потому что у меня сразу начало щипать губы и я ее дождалась просто когда она высохнет чтобы посмотреть финиш а потом сразу смыла смыть кстати ее тоже это отдельная песня потому что смыть ее тоже очень сложно нужно только каким-то очень такими жирными масляными какими-то продуктами смывать иначе вы ее просто не снимите со своих губ оттенок тоже это красная ржавчина оттенок и помимо этого она еще когда засыхает она засыхает какой-то пленкой которая стягивает губы и выглядит это откровенно ну просто отвратительно а еще тоже у меня здесь есть две туши и две кстати от Avon первая это проблема даже не этой туши вернее да проблема этой туши но в первую очередь это моя проблема потому что когда я открываю тушь и вижу вот такую вот щеточку которая по размеру больше чем мой глаз я сразу ее вот так вот закрываю и говорю нет спасибо и еще одна у меня здесь это из линейки люкс а здесь щеточка уже адекватная то есть вот такая это вполне та которой я могу пользоваться но мне эта тушь не понравилась потому что она очень сильно мне слипает ресницы при этом осыпается и еще и отпечатывается поэтому как бы нет я их пользоваться точно не буду от релуи кстати у меня еще тоже сюда попала тенюшка это металлическая серия опять таки не могу сказать что это отвратительный продукт но до металлика мне кажется здесь еще все таки далековато это такой хороший сатин но все таки металлические тени я привыкла что они выглядят вообще как фольгавы и последнее что в моем пакетике оказалось это хайлайтер от белл гипоаллергенный стик хайлайтер опять таки этот продукт я предполагаю что может даже кому-то понравится но тем не менее для меня этого эффекта недостаточно я люблю когда хайлайтеры создают очень такой вот влажный эффект либо металлический но очень ярко выраженный я не хочу такой хайлайтер который знаете похож и так на обычное освещение моей кожи я когда наношу сияющую какую-то тональную основу моя кожа и так блестит вот ровным счетом так как вот делает этот хайлайтер ну как бы создается такое легкое сатиновое освещение но в то же время мне вот тот же лориаль который я вам уже третий раз по-моему сегодня показываю он создает это освещение более правдоподобно то есть если здесь я все равно вижу что нанесен какой-то продукт то например тот же лориаль я вот капну рядом и буквально его совсем чуть-чуть надо маленькая малюсенькая капелька и вот не видно что он нанесен не видно что нанесен какой-то продукт но я просто вижу вот влажное такое освещение когда здесь я вижу что нанесен какой-то продукт какой-то крем вот сидит сверху на коже ну вот и все мои разочарования последнего времени надеюсь у меня получилось максимально объективно продемонстрировать недостатки каждого из этих продуктов и вы для себя сделали вывод может вам это понравится или нет у меня кстати еще была такая идея сделать полный макияж моими разочарованиями на американском youtube это довольно популярная тема и там настолько просто видно насколько ужасно все эти продукты смотрятся вместе еще когда знаете вот весь макияж классный а вот что-то одно ты попробовал и оно как бы не очень но это не портит общую картину макияжа а когда используешь просто все продукты которые вообще тебе не нравятся это настолько ярко показывает насколько они вообще не очень поэтому если вам было бы интересно посмотреть такого рода видео обязательно пишите это в комментариях и лайкайте те комментарии которые уже вот такие вот похожие чтобы я понимала что вам это действительно интересно и может быть я это пока еще выбрасывать не буду а мы с вами еще посмотрим на это все в действии а на этом у меня все если вам понравилось это видео конечно же поставьте ему палец вверх подписывайтесь на мой канал это можно сделать вот здесь нажав на вот эту вот иконочку а и также если у вас есть еще немного времени посмотрите другие мои видео которые сейчас youtube вам предлагает если же вы их уже видели то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней